Одним из крупнейших сельских округов нашего региона считается Экибастузский сельский округ, так как в его составе семь сел. Это Тверты, Тай, Куксиир, Талдхамыз, Каражар, Ахши, Монтомар. Главным источником средств к существованию населения является животноводство. В Экибастузском сельском округе проживает 1225 человек. Функционируют около 70 крестьянских хозяйств. В этом году к ним присоединились еще три. В настоящее время наши крестьяне активно занимаются сенокосом. В компании участвуют более 40 крестьянских хозяйств, работает около 60 единиц техники. На бескрайних просторах сельского округа сейчас все чаще слышен звук трактора. Сенокос в разгаре. Крестьянские хозяйства активно готовят корм для скота. Сельчане в деле применяют модернизированную технику. К новому белорусскому трактору прикреплена роторная косилка. И также имеются грабли. То есть за один заезд выполняются сразу две задачи. Руководитель крестьянского хозяйства Байтас, Байтурсен и Манкулов тоже ждет доставку нового трактора. А пока вполне себе успешно используют старую технику. Ее вполне достаточно, чтобы основательно подготовиться к зиме и прокормить имеющийся в хозяйстве около 100 голов крупного рогатого скота. В селе мы живем, конечно же, за счет скота. У нас более 90 голов крупного рогатого скота, 50 голов лошадей. Овец развожу меньше. Сейчас все получают новую технику. Сам подал заявку на получение трактора в лизинг. Одобрили. Надеюсь, скоро получим. На предстоящую зиму крестьянское хозяйство намерено заготовить более 300 тонн сена. Отметим, что в день проведения видеосъемок в село были доставлены 3 единицы техники. Тракторы были приобретены в лизинг на льготных условиях крестьянскими хозяйствами Нурлан, Осет и Агромакс. Я житель села Коксиер. Занимаемся животноводством. Сегодня мы получили в лизинг тракторы Ловол на льготных условиях под 6% годовых. Спасибо правительству за реализацию таких государственных программ. В прошлом году мы получили 12 миллионов тенге на развитие животноводства. В этом году приобрели трактор. На сегодняшний день мы в Экивастузском районе поставили 3 единицы Ловол 904. Это первый опыт работы с данным регионом. Данные трактора были поставлены по льготной системе, по льготному кредитованию без первоначального взноса под 6%. Вот везем трактора, будем доставлять. Пользуйтесь данной программой. На сегодняшний день нет никаких преград. Сервисное обслуживание, представительство в регионе, все это есть у нас. Льготные условия тоже очень удобные. Так что рады будем проконсультировать. Обращайтесь к нам, будем работать. Крестьянское хозяйство Нурлан в прошлом году уже приобретало технику. Сельчане рассказали также, что в селе возводится помещение для скота. Строящаяся база рассчитана на 150-200 голов крупного рогатого скота. В строительстве задействованы местные жители. Параллельно идет заготовка сена. Подготовка к зиме идет полным ходом. В селе Харажар проживает 11 семей. Они тоже запасаются кормом для скота. Абугали Какенула – один из старейшин этого населенного пункта. Он назначен ответственным за работу комплексного блок-модуля, который подает питьевую воду в село. В 2009 году по программе «Ах-Булах» нам построили этот комплексный блок-модуль. Вот уже 13 лет мы получаем из него питьевую воду. В прошлом году для детей была построена игровая площадка, установлено освещение. Жители Кибастузского сельского округа активно участвуют в государственных программах по увеличению поголовья скота и в получении льготных кредитов. Крестянское хозяйство Гриценко Алексея занимается разведением коров породы Гирифорд. В течение трех лет занимается их продажей. В прошлом году крестянские хозяйства Харжау, Нурлан также завезли скот данной породы. В этом году на эти же цели одобрили заявку на кредит 18 миллионов тенге крестянскому хозяйству Агромакс. В целом в сельском округе имеется 5000 голов лошадей, 8000 голов крупного рогатого скота, кроме того есть 6000 голов мелкого рогатого скота. На зимний период необходимо более 18 тысяч тонн сена. На сегодняшний день скошено 93% запланированного объема. 50% из них доставлены в населенные пункты. Эти цифры не просто показатели, это говорит о том, что из года в год благосостояние населения улучшается. И не стоит забывать, что село город кормит.